На экране-то я не вижу. Володя, иди сюда. Вот вы на теперь, да. Я не успел раскрасить, не успел. Вот это мои красные, это я его. Да. Ну, считайте вслух или кого позовите. Да, я прочитаю. Господи, благослови. Благослови, Господи. По имени Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Митрополит Волоколамский Иларион Алфеев был внезапно уволен со всех должностей. Без вынесения какой-либо благодарности, в кавычках, за понесенные труды. На церковно-бюрократическом языке последняя деталь ясно говорит, что патриарх Кирилл был крайне недоволен митрополитом Иларионом. Все дальнейшие дискуссии и комментарии строились вокруг того, чем же Иларион мог так сильно досадить Кириллу. Как известно, московская патриархия умело хранит свои секреты и никаких намеков на то, что же именно стало причиной краха столь успешной карьеры Илариона, никому найти не удалось. Пока не удалось. Пока. Почему я выделил красным? Потому что пока не удалось. Пока не удалось. Я открыто об этом буду говорить, но никого ничего не заденем, а просто его поведение покажет. Только на этом строится. Дальше. Решение собора Украинской Православной Церкви, состоявшегося 27 мая, последовательно и довольно бескомпромиссно антимосковское. Так, минутку, минутку. Вот это что говорит? Дать ей автокефалию. Я об этом говорил в разных городах и в Москве. Говорил это лет 5-7 назад. Дайте ей автокефалию. Иначе вы ее совершенно потеряете. Как будто слепые были. Да ну, да как, да. Даже Игумен Кирилл Сахаров, около Храма Христа Спасителя-то. Я там выступал, говорил. И говорил, причины какие будут. Не послушали. Но я громко говорил и неоднократно. Дальше. Это и выражение, в кавычках, несогласия с позиции патриарха Кирилла в оценке войны и выход из административного подчинения московскому патриархату и декларация о создании своих собственных приходов за пределами Украины, прежде всего в Западной Европе, для пастырской работы с беженцами и эмигрантами. Все три решения для патриарха Кирилла очень болезненные. Публичную критику своих действий, тем более от священников и епископов, он терпеть не может. Выход Киева из подчинения – это его ночной кошмар на протяжении многих лет. Так, подождите минутку. Вот видите как, щетка и ясна фигура патриарха. А я с этим не согласен в данном моменте, запомните это. Категорически не согласен. И было все по согласию сделано. Дальше. А параллельные, в кавычках, украинские приходы в Европе станут сильным ударом по приходам РПЦ, так как большинство прихожан там последние годы были именно украинцами. По должности за работу с Украиной в московской патриархии отвечал митрополит Иларион. И предложение, что именно он назначен крайним за этот провал, выглядит логично. Ладно, ладно. В то время митрополит Кирилл. И именно он сформировал контуры церковной политики Москвы в отношении Киева, которой Иларион неукоснительно следовал. Слухи, будто Иларион якобы уговаривал патриарха Кирилла дать автокефалию Украинской Православной Церкви и тем самым вызвал его гнев, выглядят очень привлекательно и работают на имидж Илариона. Но вряд ли стоит воспринимать серьезно. Нигде и никогда Иларион не выступал как самостоятельная фигура. Он всегда, в кавычках, работал по минимуму, кавычки закрываются, то есть добросовестно выполнял все поручения патриарха, не проявляя никакой инициативы и не желая Кирилла чем-либо прогневать. Версия вторая, антивоенная. Она предполагает, что Иларион не случайно стойко хранил молчание и не высказывался в поддержку СВО, специальной военной операции в Украине. На самом деле он против войны и не согласен ни с Путиным, ни с патриархом и якобы даже сказал об этом где-то в узком кругу. Естественно, патриарху донесли. Патриарх разгневался и принял решение об изгнании Илариона. На основании доносов патриарх Кирилл и прежде не раз принимал крутые кадровые решения. Эта версия, хоть и опасная по нынешним временам, но, пожалуй, самая выгодная для репутации Илариона, особенно на Западе. По всей видимой стиль. Так, вот это главное, главное, главное предложение. Запомнить потом. Можете красным сделать его и увеличить его шрифт. Я до конца не успел даже просчитать, у меня тут захватили. Сейчас мы красным сделаем. Вот так. И теперь сделайте его жирным и увеличить. Ого! Прекрасно! Молодец! Иларион обронил неожиданную фразу. Кавычки открываются. Мы также знаем, что и в Америке, и в Украине, и в России есть политики, которые считают, что война – это правильное решение в данной ситуации. В Америке в этом заинтересовано, в частности, оружейное лобби. В Украине в том, чтобы начались полномасштабные военные действия, заинтересованы политические силы, которые потеряли власть и на этом хотели бы ее себе вернуть. А в России есть политики, которые напоминают о том, что наша страна никогда не проигрывала ни в одной войне. Следовательно, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Здесь ссылка на сайт patriarchy.ru И далее, кавычки открываются. Я глубоко убежден в том, что война – это не метод решения накопившихся политических проблем. Кавычки закрываются. Нет ни подтверждений, ни опровержений, что позиция Илариона во время войны изменилась. Версия третья. Особая миссия. Да, митрополит Иларион покидает Москву и, возможно, об этом очень сожалеет, но на самом деле он получил важное спецзадание. Великобритания уже ввела персональные санкции против патриарха Кирилла. Евросоюз активно обсуждает введение таких санкций, причем не только против Кирилла, но и против его ближайшего окружения. И хотя первую попытку введения санкций заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, остается угроза, что рано или поздно санкции будут введены. Именно поэтому патриарх Кирилл срочно отправляет митрополита Илариона в Венгрию, где он сможет находиться в относительной безопасности и свободно передвигаться по всему Евросоюзу, выполняя различные, в том числе и деликатные, поручения не только патриарха, но и Кремля. Не связано, в кавычках, не связано с недостатками, кавычки закрываются. Что же произошло на самом деле? Ответ на этот вопрос дает сам митрополит Иларион в своем прощальном слове с прихожанами храма иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радость на Большой Ордынке. Вот его слова. «Мне было сказано, что это решение не связано ни с какими-либо недостатками в деятельности отдела внешних церковных связей, или общецерковной аспирантуры, или этого святого храма, или черниговского патриаршего подворья, или других церковных учреждений, которые я возглавляю». Кавычки закрываются. Ну, тут и ссылка на коммерсант.ру, на сайт. «Совершенно очевидно, что слова «мне было сказано» относятся к разговору с патриархом Кириллом. В некотором смысле слова патриарха звучат парадоксально и загадочно. Если его претензии не связаны ни с одной из многочисленных должностей, которые занимал Иларион, почему такое жесткое изгнание? Почему ни слова благодарности? Все-таки на этих должностях Иларион трудился более 13 лет, и не было никаких сомнений, что все это время он входит в ближний круг патриарха Кирилла. Вверху, смотрите, в некотором смысле слова патриарха звучат парадоксально и загадочно. Сделайте красными крупно. Угу. Мы эту загадку сейчас постараемся озвучить. Вот, жирным ее загоните. Отлично. В некотором смысле слова патриарха звучат парадоксально и загадочно. Если его претензии не связаны ни с одной из многочисленных должностей, которые занимал Иларион, почему такое жесткое изгнание? Почему ни слова благодарности? Все-таки на этих должностях Иларион трудился более 13 лет, и не было никаких сомнений, что все это время он входит в ближний круг патриарха Кирилла. Слова, которые приводит Иларион, прямо исключают только одну из трех версий, украинскую. Совершенно очевидно, что уход УПЦ Кирилла и Илариона не винит. Вторая и третья версии остаются, но решающей роли они не сыграли. Ответ на вопрос о внезапном изгнании митрополита Илариона из Москвы лежит в иной плоскости, не церковно-дипломатической, не образовательной, не архипастерской. Что же тогда это может быть? Остаются только два варианта. Финансовые нарушения и прямое указание из Кремля. Оба варианта возможны, поэтому стоит их рассмотреть. Версия четвертая, финансовая. На протяжении многих лет митрополит Иларион был не только дипломатическим, но и отчасти финансовым центром московской патриархии. Он контролировал все деньги, которые передавали для православных католические и протестантские церкви и благотворительные организации. Его помощники превратили общецерковную аспирантуру в прибыльный коммерческий проект. Он запустил издательство, которое выпускало учебники для семинарий, но находилось в частных руках. Митрополит Иларион получал постоянную финансовую поддержку от государственных корпораций, крупных банков, фармацевтических компаний. Вполне возможно, что патриарх Пиил проверял финансовую деятельность Илариона. Такие проверки могут быть как гласными, так и негласными. Хорошо известно, что Святейший крайне болезненно реагирует на информацию, что руководители церковных учреждений распоряжаются церковными деньгами без его санкции или открыто используют свое положение для работы со спонсорами по серьезным схемам, не ставя его в известность. Именно поэтому в разные годы патриарх Кирилл жестко уволил главного редактора издательства Московской патриархии и протерея Владимира Силовьева, директоров художественно-производственного предприятия Софрина Евгения Пархаева и митрополита ростовского Меркурия Иванова. Долгие годы митрополит Иларион был на особом положении. Все 13 лет его работы во главе отдела внешних церковных связей патриарх держал ОВЦС на голодном пайке, оплачивая не более 40% бюджета. Остальные деньги искал и всегда успешно находил сам митрополит Иларион. Возможно, именно поэтому он считал, что патриарх будет снисходительнее относиться к его коммерческим проектам. Однако времена меняются. Тех денег, которые патриарх Кирилл собирал в виде церковных налогов, ему уже не хватает, и изгнание Илариона – это знак всему епископату. С одной стороны, финансовая дисциплина в церкви будет еще более жестокой, а с другой, поскольку никакой финансовой отчетности патриарх не публикует, коррупция останется на высоком уровне. Стоп! Нет ли противоречия в последнем утверждении? Как финансовая дисциплина может уживаться с коррупцией? Надо иметь в виду, что патриарх Кирилл выстроил государство в государстве. Дисциплина нужна только для того, чтобы он мог собирать деньги, которыми уже привык бесконтрольно пользоваться. Не случайно священники, отправляя деньги в патриархию, с горькой усмешкой говорят – деньги церкви – это личные деньги патриарха Кирилла. Версия пятая – кремлевская. В условиях войны Иларион перестал устраивать администрацию президента, и несмотря на то, что у него хорошие отношения с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, тот решил, что заступаться за Илариона не будет. В обращении к прихожанам, которые уже цитировались выше, есть довольно интересный намек. Было сказано только то, что этого, в скобочках, полной отставки Илариона, требует нынешняя общественно-политическая ситуация. Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот. Я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в Кювет. Машина бы моя перевернулась и взорвалась. Здесь обращают на себя внимание обобщенно-личная конструкция. Общественно-политическая ситуация требует. Это в скобочках было. Которую употребил Иларион. Она использована сознательно с целью показать, что не патриарх, а некая внешняя сила стала причиной его отставки. Вот это подчеркните красным. Некая. Отсюда. Эту фразу нужно сделать красным и жирным. И увеличить. Это как перевал Дятлова. Некая сила там рвала их изнутри. Вот так. Хорошо. Здесь обращают на себя внимание общественно-личная конструкция, в кавычках, общественно-политическая ситуация требует, кавычки закрываются, которую употребил Иларион. Она использована сознательно с целью показать, что не патриарх, а некая внешняя сила стала причиной его отставки. Из дальнейшего объяснения следует, что эта сила весьма могущественная. Под ее действием машина может не только, в кавычках, оказаться на обочине, кавычки закрываются, но съехать в кювет, перевернуться и взорваться. Такая великая сила ослушаться, которую не может даже патриарх Кирилл, это Кремль. Что именно вызвало такое ожесточение Кремля к бесконечно лояльному Илариону, сказать трудно. Вполне возможно, что на него, особо не разбираясь, списали все провалы церковной политики последних лет. Время военное, и если Кремль легко снимает генералов, то почему бы в поисках виновных не снять и митрополита? Он, с точки зрения Кремля, точно такой же чиновник на службе государства. Нельзя исключать, что резкое увольнение – это сочетание двух последних версий. В любом случае, патриарх Кирилл только выиграл. Он без особых усилий продвинул своего бывшего личного секретаря, а ныне митрополита Антония Севрюка, на должность председателя отдела внешних церковных связей. И тем самым, возможно, начал операцию преемник раньше намеченного срока. Так, тут фотография Сергея Чапнина. Старший научник, это, получается, его статья, да, Сергея Чапнина. Старший научник, сотрудник Центра православных исследований Порт-Демского университета. Ну вот все. Автор статьи, вот Сергей Чапнин, вот этой статьи. Хорошо. А что это за такая внешняя сила, которую не называют они? Может быть, это злые, ну как бы дьявольская, сатанинская сила? Именно так. Но она выражается в людях. Масонство. Масоны. А, да. Да. Масоны, да. И вот, говорит, он сядет, как в храме, в общую, так сказать, концепцию их, называют они. Вот это все вписывается, но при нем. Но самая правильная позиция у Илариона. У меня есть где-то несколько роликов, где я его трогал очень сильно. Но я не думаю, что он обиделся. Но вот здесь он показал себя совершенно с другой стороны. У него там друзья, там показывают сколько, и он ролик за роликом ставит, там, я не знаю, 13, что ли, роликов, только про нечистую силу. Представь. А нечистой силы человек такого образования, музыкант, композитор, это чего-то стоит. То есть у него глаза открытые. И далее, сегодня утром, он мне поставил везде точки. Считает Библию по урокам. Пошел по порядку. Кто считает, там неизвестно. А написано Иларион Алфеев. Но голос не его. Он только дает ремарки. А вот теперь, теперь уже почти все можем разложить. Это, притом, я ничего не добавляю. И тут рассуждения все правильные. Все тут они за деньги, они любого посадят, куда надо. Но здесь-то совсем другое. Он выиграл. Им теперь нужно показать, что есть один талантливый человек, с которым в ближних связях, а раз он международный, он с международными связан-то. У него со всеми хорошие. То он у папы там благословения принимает, то выступает. То есть этот человек вписывается в их конструкцию. Но он сейчас занялся совершенно не тем, с чего от него желают. Он сейчас ведет себя, как человек талантливейший. Он на первое место поставил слово Божие. И подводит его в толкование на сегодняшнюю ситуацию. Вот в этом весь смысл-то. Они-то еще не понимают. Это не запятанный человек, а это далеко-далеко. Кто и к Кремлю идет, и кто его патронирует, вышестоящее начальство. А он один остается на этом просторе. Тем более у венгров. Да там у нас на Алтайском крае в Благочине одном митрополии больше прихожан. Ну и он там уже показывает себя как талантливый. Да, у него были промахи немаленькие. Этот Антони Блюм, когда он приехал, его там начало, и Антони Блюм против него выставил митрополит. Великобританский там, или как его назвать правильно будет. Западноевропейский-то. И вот в этом весь смысл. И как-то мы беседовали с одним важным щеном. Мне приходилось беседовать в кругу епископата. И я сказал. Ну вот у них Тихон, говорит, он вроде бы духовник у Путина, Шевкунов. Я говорю, за него молитвы у меня нету. Почему нету молитвы? Я на себя настраиваю, и все. А Илариона слабо так по ним поминаю изредка. Сегодня он у меня ежедневно. И днем, и ночью. Почему? Он в этом нуждается. Если он сделает хотя бы один шаг, несоответствующий, что на него поставили, это грозит ему аварией. Машина, которая может взорваться. Слова-то уже ими сказаны были. И я Шевкунов сразу сюда прилепил, и он у меня сразу пошел на молитву. Я молюсь, когда утром, вот кто наши утренние знает, то можете зайти завтра. Утром, по-нашему, это получается в 5 часов, а по Москве это сейчас ночи. Я их поминаю вместе. Патриарха, Папу Франциска, Старообрядческого Корнилия, я всех поминаю. А эти теперь у меня вместе идут. И Алфеев Иларион, и Шевкунов Тихон. Вот. К чему опять говорю? К тому, чтобы надстроить, к нему, чтобы он не сделал большой ошибки. Иначе они его сразу сметут. И какая неведомая сила, вы ее назвали. Это так и есть. А я этой силой занимался, не упадите только с испугу, 14 лет. У меня, когда судили, то пленки назывались, пленки это катушки. М1, М5, то есть мосонство 1, 2. Мне сказали, если еще на эту тему писать, то только интервью с антихристом. Поэтому я взял все дореволюционное, все со всех стран, какое я мог достать, где там большая библиотека, там что есть в Синоде, в Нью-Йорке. И что писали советские, я все абсолютно вобрал в это. И мне эта тема известна, как на ладони. Я могу о ней беседовать. Коротич, Виталик, кто знает, кто такой? Кто такой Виталий Коротич? Какой нации он? Вам меня слышно? Очень хорошо слышно. Это главное... А кто-то пророчество, что будет в Сибири пророк маленького роста. Да? Нет. Он главный редактор журнала «Огонек». Центральный журнал Советского Союза был. Он еврей. И у него большая статья есть. Основатель Израиля, тире, держитесь, не упадите, Адольф Алоизович Гитлер. А тут приписывали Сталину. Он по палочкам все разложил. Тут мы полностью с ним согласились. Потому что в Освенциме театр один работал, только еврейский. В каких они условиях там жили. И как в 1948 году образовано было государство. Ну, тут уже понятно, кто действовал. Мне бы об этом уже и не говорить не надо. Дело прошлое. Вот это у меня все прошло по уголовному делу, когда меня судили. Но материал мне этот очень и очень известен. И все это на основании Библии. И я к чему говорю? К тому, чтобы молились. Раз уж если примете то, что я сказал об Алфееве и Ларионе, то попутно и Шевкунова взять. Потому что если он близкое отношение имеет туда, они у меня сразу объединились в молитве. Почему? А потому что оттуда идет. А там, говорит, называют. И главное, это не патриарх. Не патриарх. Это Кремль. И главное, это не Кремль. А кто в Кремле руководит откуда. Вот что такое. Мне даже добавлять не надо. Кроме того, что какие они разбирают. Но они не знают, что главное. Вот. Если вы не видели один ролик называется Дятловский этот. Кто там все это делал? Кто их убил? И там сколько версий? Там счета нету. Определенно сделал дьявол. Эта местность была их. Там от Ортон сюда не приближайся. Там и проще это. И дьявол с ними. Главное, что ломал ребра и ни одной гематомы нету. Удар был сделан изнутри с силой быстро текущей и бегущей машины. Вот как писали они. Почему? Изнутри дьявол. Он вырывал им языки, глаза. Недоверующего не было. И они готовили опровергнуть, что нечистой силы нету. И последний снимок им вот это, что там летало где. Но это другая тема. Но это все-таки идет оттуда. Да благословит Господь. Потому что они все опубликовали. Я взял это вот сейчас из интернета. И вот главная цель сохранить. они ставили на него. Он всем известен с папами. Сохранить его незапятнанным с тем, что сейчас делается по соседству. Это все получилось. И он время не теряет. Сколько он выпустил роликов отдельно об апостоле Павле. Где снимает. Видно аппаратура не наша эти копеечные. И дальше вот когда сейчас он взял Библию. Ну тут уже все. Мне говорить больше нечего. Молитва услышана. Бог ответил. Он с Библии в руках. Вы найдите хоть одного митрополита за всю историю. Чтобы он насчитал от корки до корки Библию. У меня я ее дважды насчитывал. Первое у меня уничтожили когда арестовывали. А второе я вернувшись снова насчитал. Я могу сказать сколько гигабайт. Сколько время занимает. 89 часов 38 минут. Полная Библия. Не торопясь. Вот как. И он сейчас считает. Его чтение какое доступное. Я сегодня все слушаю. Может это не его голос. Но это по его написано. Чтение Библии с первой страницы. Алфеев Иларион. Митрополит. Иларион Тихонович он Библию уже начитывал года два назад. Это уже второй раз. Не знаю. То я не знаю. Да-да. Надо найти где-то это благословение Господнее. И он у меня в молитве сразу соединился с Тихоном. Я сам удивлен. Когда я беседовал с священником архиереем я когда сказал за Шевкунова вот у меня молитва нет молитвы. Да. И они так переглянулись как бы веселые что надо же мы знали что вот это вот так подняли. Нет. Не в этом дело. Это не мое. Это я молюсь и я молюсь и сразу же его забываю. А сейчас они у меня идут вместе. Вот такая брат картина. Как выглядит. Я все это говорю к тому что вы помолились. Ставка на него большая. Что даже если патриарха не будет он сразу на его место может быть поставлен. Им нужен человек который все делает как он. Но судя по тому что он сейчас делает Господь может защитить его. Раньше времени взять. Все у меня. Спаси Христос Игнать Тихонович. Слава Иисусу Христу. Вовеки слава. Назначайте. Хорошо. Сейчас я посмотрю. Открою. Так 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 Отец Наум у нас здесь нет? Наум Израилевич вы здесь? Да Я здесь Ну Борщуков суть такая что он у нас заканчивает тут молитвой а потом кто-то должен совершить молитву своими словами Ты можешь это сделать? Да Хорошо завершить молитву Да Как кто-то ну не знаю там что-то они там контакт какой-то пропоют и тогда в конце прослав святую троицу и громко скажи Аминь Кратко помолиться Все во славу Божию Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Достойно есть Акова истину Блажите Тя Богородицу Присноблаженную и пренепорочную И Матерь Бога нашего Честнейшую Херувим И славнейшую без сравнения Серафим Без истления Бога Слова Рожшую Сущую Богородицу Тя Величаем Во имя Отца и Сына и Святого Духа Прославляю Тебя Господи Иисус Христос в трех лицах Отца и Сына и Святого Духа Благодарю Тебя Господи что принял человеческую плоть чтобы принес себя в жертву за грехи наши воскрес из мертвых для оправдания нашего Благодарим Тебя Господи и славим Тебя за все что мы имеем Слово Божие и исполнять его даруй на мудрости как к разумению священного писания прославлять имя святой тройцы отца и сына и святого духа ныне и пресна и в веки веков аминь 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 спаси христос аминь спаси христос